Электронные повестки, компенсации для должников по услугам ЖКХ, легализация майнинга, перерасчет пенсии для летчиков и шахтеров. Много нововведений принесет ноябрь, о них расскажем подробно. С 1 ноября заработает электронный реестр воинского учета. В нем будут храниться данные военнообязанных и отслуживших бойцов. Система позволит сотрудникам правоохранительных органов дистанционно ставить или снимать россиянина с воинского учета, а также фиксировать данные о военнообязанных по сведениям из других государственных информресурсов. Создавать и рассылать электронные повестки в военкомат, выносить меры о явке гражданина по повестке. Электронный реестр будет открыт только для Минобороны, ФСБ, ФСО и службы внешней разведки. Однако оповещения будут приходить гражданам через госуслуги. С ноября справки об участии в спецоперации начнут выдавать по-новому. Раньше такое подтверждение оформляли командиры воинских частей или работники военкоматов. Это серьезно затрудняло оказание соцподдержки бойцам и их семьям. Теперь справка будет выдаваться по единой форме, причем ею можно воспользоваться в виде QR-кода через портал госуслуги. Правила въезда мигрантов ужесточат, а миграционную систему усовершенствуют. Новый закон позволит российским властям получать разрешение на использование сведений при государственной геномной регистрации иностранцев, чтобы определить, у кого отсутствует гражданство. Это поможет избежать ошибок при регистрации иностранцев в госсистемах, а также быстро обнаруживать и не допускать в страну тех, кто прежде был замечен в нарушении российского законодательства. Майнинг официально разрешили в России. При этом в законе уточняется, кто именно вправе добывать криптовалюту. Это могут делать прежде всего юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы в стране и включены в реестр. Обычные пользователи смогут заниматься майнингом, только если используемая электроэнергия не превысит установленные лимиты, иначе их заблокируют. Нельзя заниматься майнингом людям с судимостью за определенные преступления, например, экономические или тяжкие. Перерасчет пенсии ждет членов летных экипажей в гражданской авиации и работников угольной промышленности. Доплата полагается из-за вредных, опасных, тяжелых условий труда. Надбавки формируются за счет средств, перечисляемых работодателями. Сумма выплаты индивидуальная и зависит от среднемесячного заработка и стажа работы. Компенсации льготникам за услуги ЖКХ станут прозрачнее. Ранее претендент на получение такой льготы мог получить отказ даже из-за погашенной задолженности по квартплате. Теперь будут рассматривать только актуальные долги. К тому же, гражданину не смогут отказать в компенсации, если бы по его долгу не было взыскания через суд или истек трехлетний срок исковой давности. Кроме того, все соответствующие данные чиновники будут получать через систему ГИС ЖКХ 1 числа каждого месяца. С 1 ноября действуют новые правила перевода денег по системе быстрых платежей. Банки не смогут взимать компенсацию за переводы в адрес государства. Например, при оплате за детсады, кружки, секции, а также взносах по налогам и штрафам. К тому же уточнили тарифы при переводе денег от одного человека другому между своими счетами в разных банках. С ними можно ознакомиться на сайте системы быстрых платежей. Владельцы мессенджеров теперь должны блокировать сообщения от неизвестных пользователей, если получатель не давал свое согласие на них. Разработчики сервисов обмена мгновенными сообщениями должны будут по требованию властей предоставить сведения о пользователях. К тому же блогерам с аудиторией более 10 тысяч подписчиков нужно подавать подробные данные в Роскомнадзор от фамилии, имени, отчества до адресов электронной почты, которые использовались при создании и ведении аккаунта или канала. С 30 ноября почетные доноры будут получать ежегодные денежные выплаты автоматически. Добровольцам не потребуется оформлять письменное обращение в орган соцзащиты. Деньги зачислят по сведениям из государственных информсистем. Заявление понадобится, если статус почетного донора был получен до 30 ноября этого года и если лицо обращается за выплатой впервые. В этом году размер вознаграждения составил 17 324 рубля в год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok